В принципе, на самом деле я по-новому хочу сегодня рассказать не про D1, а про дебаггер, который написал товарищ Дэрик Баркер. Ну, про дебаггера. Кто когда-нибудь в жизни пытался дебажить Go-программу, в смысле интерактивного дебаггера, хотел бы сделать, у кого-то получили, которые DDB запускали, и у них что-нибудь получилось. Он не сексуал все, он не рассказывал вам всякий бред, он захотел в бурутины хорошо, а не показывал быстрых трейсов и так далее. Ну хватит, давай. Да, в этом году общался с Дереком, Дерек в конкуренции рассказывал про свой дебаггер. В текущий момент он работал как под максом и маком, написан на Go, по большей части маленьких кусочек написанных на C, которые сейчас работал как раз ты всем окончаешь. И проект Дерек начал получать почти полтора года в мае месяце. В текущий момент никто не может сказать, что он находится в выгляжной стадии, он находится на уровне версии Альба, потому что он что-то может дебажить, но не все. Конечно, это не работает. Но в целом это работает намного лучше, чем GDB. И Дерек порассказывал совершенно дружную историю, когда он пришел в Чикаго на рубинный метаб, сказал, вот парни, все круто, вот видите язык, вот там все отлично. Спросили про дебагг, он сказал, да, конечно, все есть. Сделал GDB, начал дебажить, но и получил сикфолк. Подумал, что не повезло, но повторил еще раз, опять получил сикфолк. Решил, что надо бы сделать все в свойственной манере, как говорят люди. Написать все заново, так чтобы работало. Ну, короче, как бы наш GDB сложно, непонятно. Много человека нет туда потрачено. И как надо разобраться и научить. Потому что его непонятно. Поэтому он сделал свой проект, который был бы просто в использовании. Ну, посмотрим, что получилось. Краткие причины, почему до сих пор нет нормального дебаггера для города. Ну, наверное, помимо того, что это будет на самом деле нужно, есть какие-то технические вещи, почему не один из существующих дебаггеров, как GDB или LDB, невозможно научить нормально поработать с динамическим наглостом. Есть совершенно непонятные этим дебаггерам модели исполнения, которые присутствуют только язык УГО. Ну, про минимум VTR статисты, потому что в них дебаггер не в курсе, что такое может быть, все это просто не заходит. Потом, минимальная единица исполнения, в смысле, это треда. Потому что никто в жизни не знает, что такое. Грин тредер в Javi или LDB 1.0 в ГО. И поэтому GDB пытается оперировать с ними как с настоящими тредами. Ну, внутри GDB для тред написано такая большая штука, потому что все рассчитывают. Ну, не может у тебя быть много тредов, потому что, ну, как же, я вообще работа не нужна. А тут, когда у тебя 10 тысяч тредов, то же пускается внутри, все просто падает тред. Очень медленное переключение контекста, опять же, потому что у тебя пытается реализовать трампу треда, переключение в ГО. ГО будет трамп, включение контекста. А когда GDB это делает, это очень медленно. И всему еще мешает баллодировщик, который шутит в ГО рутины, потому что на нем это не перерасчитывается. Потом есть небольшие проблемы, почему GDB пока в пустые стеки. Ну, потому что аллокации по ГО рутины происходит уже с неким стеком, который, когда заканчивается, аллокируется еще. И каждый раз те в ГГБ думают, что там просто пустые стеки, потом завершат ваши текущие установки. И, ну, понятное дело, некие оптимизации в компиляторе. Но их не сложно отключить, кто-то там просто оплатит. Естественно, это будет все не очень красиво, когда вы хотите спускать стермигулы, у вас команда будет здесь не переключать, там вот какие-то билт или еще что-нибудь. А тут вам много рассказывают про плаги, которые там специфичны только для одной платформы. Потом, конечно, под макойщик должны сказать что-нибудь одно в одной версии, потом в другое в другой, потому что там еще сертификат, например, сертификат и так далее. В общем, Derrick нашел до того, чтобы получить программу, которую нужно просто запустить в консоли, и она вашей текущей зарплаты может продебажить. В принципе, если кому-то интересно, могу показать. Если не очень интересно. 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 Вообще, сколько людей пыталось пользоваться этим дебаггером? Есть такие люди? Я не вас находит в свой дебаггер. Принтевку. А, ну, пробок. Пусть кому-то интересно. Почти не сильно, да. Маскорда. Да. И. 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 Ну вот такой привет из 80-х. Как говорится, мы попали в некую консоль, которая стабилировала ваши сорцы уже, получил этот бинарник, запустил свой пост-дебаггер и к нему приотдачусь с помощью консоли. Да, можно посмотреть, что здесь можно делать. Тут миллион команд, соответственно, больших их уже нет, но на самом деле основной смысл в том, что можно ставить бредпоинт. Мы скажем, что мы поставим бредпоинт в моем файле на .c, после этого туда запустимся. Ну, прекрасно. Нас показывают, что мы... Ну, в мене его не видно, но на самом деле там просто выполняется эта функция, в которой выполняется defer. Но видно, что мы дошли в defer и все как бы здорово. Все здорово, все замечательно. Пойдемте с дебагшиса, ну, можно сказать, continue, а в мене просто печатался результат выполнения . Ну, там двое чего-то подпятало, скажут, что это решено. Но мне кажется, что это не самый крутой способ дебажить программы. То есть это, конечно, лучше, чем ничего. Но если вам хочется чего-то другого, то можно сделать вот так. В принципе, я рядом разлегся и сделал в плагине, в которой в идее написано некий код, который умеет зарабатывать на дебаге. Потому что по себе Дереку мы поговорили на конференции, и после этого он распределился в дебаге на две части. И сделал почетование. Там есть сервер, есть клиент, как... Нет, они общаются по JSON. Собственно, это первый шаг к тому, чтобы приделывать другие редакторы и сделать нормальный интерактивный облач. Вот, собственно, примерно все то же самое. Это что-то подделбилось. Ну и потом запустилось все по частному функции main. Там же титанские стрессы и расследованного кода растут. Вот мы попали в return. Потом, я говорю, пошли дальше, попали в return. Потом расскажу дальше. Вот здесь делаем. Ну и пойдем сюда. Это все здесь четко. Дальше мы здесь смотрите. Ну, честно, там в консоли двоечку. Честно, я делаю что-то красиво. Да, она работает, где-то умеет показывать. Мне кажется, что это намного лучше, чем в консоли. Честный пример с дворутинами. Мы попали… Вот сейчас пойдем дальше сходим в дворутину, которую выполнено чуть позже, потому что там была тоже дурина. Потом нас попросят ввести что-нибудь, чтобы закончить программу. И мы, по-честному, это решим. И даже у нас содержимое того, что мы читали с обездаем, мы напечатаем тебя. В общем, на текущий момент обязка к интерактивному дебаггеру имеет делать следующее решение. Искать программу. Смотреть переменные. С этих переменных значения можно менять. В общем-то, наверное, на этом все. Просто потому что ничего другого сделать, пока не разрешать, делать. Но проект активно развивается. Можно смотреть, если на него попробовать. Ничего не хватает. Если есть желание, то помочь. То есть типы не показывают, да? Типы показывают. Но если у нас есть пустой интерфейс, который распакован какой-нибудь монстрозный JSON, он покажет, какие конкретные типы он распаковался? Да, но он покажет те типы, которые получим и не исключены. Ага. Прошел. Зонтайм. Ну так же, как если эффект, можно спросить типы не исключены, которые не распакованы. А какие-нибудь альтернативные дебаггеры на ГО еще есть? Есть BDB. Нет, именно на ГО. А, есть чудесный продукт. Есть чудесный продукт, который берет и в каждую строчку ставит вам по принтлайне. Разработчик, что ли? Интересный продукт. В более умном режиме, чем разработчик. Он инструментирует ваш код, но пишет в console output, то когда повторять там брейкпоинт? В общем, довольно странная история. Ставить брейкпоинты нужно комментариями. А? Ставить брейкпоинты комментариями. То есть вы заводите комментарии, одним днем пишите брейк, и программа понимает, что там нужно остановиться. Там строку нужно прислать. Ну, там нет строку. Ну, там довольно странное решение. Ну, кому? Ну, ладно, что-то. Нельзя, я просто смотрю. А профайлер нет? Профайлера нет. Ну, вернее, можно использовать асишный профайлер. Родной егошный Intel вроде как собирается разрабатывать, но никому об этом ничего не известно. Ну, а асишный будет опять же так же обламываться, потому что он ничего не знает об этом работать. Да нет. Но он будет как-то работать, но, понятно, я не хочу взять мусор, потому что он немножко не знает, что мы продолжаем. Больше мы не про его модель. А как хочется? Спасибо за внимание. Смотрите на Дерека. Хотят попробовать запустить, как все работает. Если вам интересно, если вам не прийти от использования Java, то вы можете попробовать запустить идею с Гошем Благином в потребных билдах и есть поддержка Delo. Можете попытаться присутствовать? Спасибо большое. А вы видите другие языки, и там тоже используется полный синдром, не просто, конечно, но как в других языках задался вопрос дебазинга? Неужели так бы ничего не было? Ничего. Потому что Coroutine-то уже древняя. Да, я знаю, что Coroutine-то древняя, но GDB, к сожалению, интерпретирует ложные рутины как стрэдер. То есть проблема именно в Coroutine, а не… Coroutine-то нормально. Вопрос того, как он транслирован в машинный код. И как потом GDB с этим разбирать? Но вы упоминали, что он не понимает трэд как… Coroutine он рассматривает как трэд. То есть есть с этим проблемы именно не в Coroutine, а… Я не знаю. Я знаю конкретно, что GDB позволяет расширять, но, собственно, там тот питомский скейт, который предлагается в ходе GDB, я дебагну его программ. Он просто исполняется… Сделан некий extension point GDB, который позволяет вам интерпретировать именно данные, которые он будет показывать. И скриптик, который интерпретирует, он там может разорвать вашу пачку by и сказать, ого, я знаю, что это похоже. Это GDB, наверное, на map. Поэтому я скажу, что это map. И вам надчатывает GDB, надчатывает ее как… И вот как куда… Не знаю. Как там… Есть ли там возможность интерпретировать эти горы с ним как-то по-другому, я не знаю. Ну, понятно. Нет, но вопрос-то будет именно общий, не горы с ним. Я понимаю, что я пришел. Я не могу там вопрос. Понятно. А идея может отложить к гурути гошный код с помощью DELF, а сичный код с помощью своего родного дебаггера? Ну, скажем, в ЦГО мы попадаем, в гошный код сичный код. Возможно. Я, кстати, не знаю. У нас был странный случай, когда мы еще не прекратили DELF. Ребята некоторые ставили GOP-логин в C-LINE, и дебажили C-код. И поставив бряк в GOP-коде, они неведомым для нас образом туда попали. И даже смогли что-то там эвалюировать. Какие-то переменные на стеке. Вот. Но это было странное стечение обстоятельств, и вообще не задумывалось. Для работы. Не, повторить. Как раз получилось, но потом случилось, ну просто там какие-то... Пять очень таких случайных событий случились внутри кода, которые позволили восстановиться на брейк-коинте. Внутри кода. Так что теоретически, возможно, с DELF и GDB C-шным можно будет... или DBS, не знаю. В общем, может быть, получится. Но если получится, это случайно. Не, ну что если не получится подружить два дебаггера, потому что они вообще не знают, а программа одна, если мне драться будет. Когда интерпретируют ее. Вот. Все, а так, да? Уберите уже Дерек. Да он крутой. Садись видом. Спасибо. Спасибо.